насти в одном из своих постов ты призналась что один из самых сильных страхов твоей жизни оказаться перед камерой подготовились хорошо да есть такой страх тему боишься волнение немного есть это все такое социальное наверно как я выгляжу что-то я скажу не то и так далее местность город чита железнодорожный район локация студия отдыха и творчества пятна в деле анастасия метелица мы приготовили для анастасии 5 конвертов с вопросами назад пути нет есть только один шанс уйти от ответа озвучив стоп фразу не ваше дело путь от официантки до предпринимателя был тернистым ты прям все почитала я смотрю да не сказать что тернистым я работала официанткой действительно это моя наверное первая трудовая запись и последняя в трудовой книжке я ушла в декрет ну как это уводится у женщину идти в декрет и начать свое дело мне кажется таких историй очень много я ушла в декрет и уже на работу не вышла у меня был свадебный бизнес это было на камчатке я оттуда родом это мой дом и там я была оформителем декоратором как-то вообще к там пришла ты училась где-то кто-то по образованию училась я просто с детства всегда любила что-то делать руками я могла дома остаться не пойти гулять потому что мне нравилось что-то шить что-то делать клеить там мастерить то есть делать руками это мое что-то украшать или декорировать вообще все что здесь студии сделано моими руками руками моего мужа и брата брат мой то есть все что мы здесь видим это сами пилили красили бизнес с минимумом вложений по сути ну как сказать нет здесь много вложений было но по сути если бы здесь была бы новая мебель сделанная на заказ на расходы еще выше еще дороже у меня было несколько бизнесов и пока вот этот бизнес самый такой трудозатратный хотя и трудозатратный тоже и финансовые уложения самые были здесь высокие самые большие а есть что то что ты после работы вот где-то в кафе или в баре тогда работала официантом что-то подчеркнул для себя такое для жизни что ты используешь до сих пор вообще я работала не в баре не в кафе я работала в пансионате от центробанка то есть это такая серьезная огромная организация мне кажется по своей структуре она не уступает военные какой-то организации потому что там очень все строго пропускная система и прям строгая строгая такая режим и оттуда конечно я вынесла очень много опыта и здесь мы сейчас кстати применяем очень много то что здесь у нас сервировка стола да это тоже я как-то применяю плюс там да за чистотой следить обязательно потому что здесь как бы люди кушают здесь ну и так далее то есть немножечко это схоже но вообще я убеждена в том что любая деятельность в жизни которую мы пробуем каждый человек она так или иначе потом перетекает в другую и каким-то опытом отзывается и ничего не просто так ты вообще из тех людей которые любят риск или больше да наверное чем нет я пробовала очень много деятельностей некоторые были вообще идиотские какие-то правда и самое главное что у меня есть огромная поддержка виде моего мужа он поддерживает самые дурацкие мои идеи я делюсь он говорит ну давай ты этого хочешь я говорю я хочу попробовать мне так хочется ну давай попробуем расскажи какие самые идиотские идеи которые ты сейчас считаешь идиотскими а может тебя поддержал смотришь на мужа я смотрю на мужа чтобы не подсказал да не знаю что-то мне мелко какие-то боксы я собирала потом было одно время модно там букеты из конфет но самое интересное что эти идеи они хоть и были не очень такие прям вау но они никогда не проваливались можно сказать то есть это не было такого у меня просто очень быстро интерес пропадает то есть я что-то пробую и потом быстро понимаю что мое не мое и вот это наверно такая положительная черта что попробовал нет пойдем дальше что-то новое вот здесь большой коллектив не сказать что большой у нас здесь есть постоянные работники есть приходящие например аниматоры ведущие но я все равно считаю их частью нашей команды и ну как-то я наверное отчасти неправильный начальник мне все время хочется чтобы людям было хорошо комфортно и чуть ли не не во главу угла как бы я это ставлю но важно для меня это очень чтобы чтобы сотрудникам было комфортно чтобы мы им было уютно чьи дети мои хорошая доработал мама хорошее дело карантин дистанционное обучение песок скинона нет это песок низки но на это песок специальный прокаленный он сертификатом обязательно здесь же дети играют это это прям это все серьезно второй вопрос на чем ты заработала свои первые деньги о какой сумме идет речь первые деньги я заработала в трудовом лагере в школе я потратила их на футболку с титаником и где был изображен леонардо дикаприо что такое было модно в то время что мы там делали высаживали саженцы красили покрышки такая работа какие деньги ты заработала когда можно было назвать тебя без пяти минут предпринимателям ну то есть за какую работу уже взрослым осознанно может когда в декрет пошла в декрете наверное да это был первый заказ принятый но там не было денег это было просто в ноль сейчас так смешно вспоминать я дала объявление в газету объявление о том что я оформляю свадьбы ко мне пришла клиентка домой и мы сидели с ней разговаривали на кухне съемной квартиры однушки комнате в единственной комнате спала дочь только вот родившиеся два месяца давами два-три месяца и было я принял свой первый заказ предоплату которая взяла и опустила на материалы банкетная зона была свадьба и я там украшала стол мы открылись официально в марте осуществуют пятна здесь мы в общем праздновали новый год с друзьями прошлый то есть здесь уже в принципе ну здесь много было недоделок еще то есть официально мы смогли принять гостей только в марте то есть период пандемии тяжело далось да конечно это финал как бы от арендных обязательств нас никто не освобождает то есть мы также хорошо нам пошли на уступку сделали скидку на аренду в этот период и сейчас мы честно говоря не знаем как нам поступать мы не можем нанять сотрудников на постоянную зарплату то есть у нас приходящие почему нанять не можете ну если сейчас опять будет карантин мы будем обязаны выплачивать эту же зарплату и как бы этого я не знаю что нам закрываться тогда придется просто потому что это большие расходы то есть по сути вы на сегодняшний день находится в подвешенном состоянии подвешенном состоянии мы находимся с марта вот как раз таки мы уже были мысли все прям закрыть и что-то другое были мысли разные состояние такое как бы не очень хорошее было потому что это особенно вот первые месяцы весеннее, это какое-то такое близкое к стрессу состояние, что что делать, как дальше, вообще как это, что, зачем было все это начинать, вообще зачем было все это затеивать. Но сейчас пока идет все своим чередом. Мы работаем, да. Запрета не было. Официально там по постановлению губернатора должно быть на одного ребенка не менее четырех квадратов, так как у нас огромная площадь. У нас здесь до 75 человек, мы можем спокойно принимать, поэтому мы работаем и планируем новогодние утренники. Настя, расскажи, если честно, сколько тебе денег понадобилось, чтобы вот это вот все воплотить в жизнь? Ну, здесь вложений больше двух миллионов. Хотя как бы с другой стороны я вот сейчас смотрю, окидываю взглядом, думаю, где они? Но как-то так, да. Это что, были займы, кредиты? Нет, это были личные средства, отложенные на большую покупку, но теперь наша покупка здесь, в пятнах, поэтому мы все ждем гостей. очень ждем и ждем, что наконец-то снимут все те ограничения, и мы сможем работать наконец-то в полную силу, как мы можем работать. Два миллиона. При этом ты говоришь о том, что много делали своими руками, что именно делали? Допустим, вот эти вот шкафы, мне что-то напоминает. Мне кажется, я когда-то где-то в детстве что-то видел. Конечно, это буфет, старый буфет, который наверняка можно было увидеть у бабушки где-нибудь или сейчас на даче. Ну, то есть как это? По родственникам ходили, по знакомым вообще? Ну, почему решили, что-то делали своими? Нет, ты один-то есть же. Зачем по родственникам? Тем более, у нас от родственников нет. Мы, что я, что мой супруг, мы из других регионов вообще родом. Здесь вот именно, если мы говорим про буфет, про какую-то мебель, не с целью сэкономить даже, а просто мне показалось, что так будет органичнее вписать, например, именно конкретно вот этот буфет. Потому что здесь у нас тематика именно вот эта вот зона Мексика. Ну и как-то вот. Но что-то, да, безусловно, чтобы удешевить было сделано там своими руками. Ну, я, во-первых, сама все это разрабатывала, прорисовывала, какой-то проект рисовала, где что. Что-то меняли, какой-то декор меняли, какой-то где-то еще что-то мы вообще еще не доделали. То есть по задумке еще там будет и так далее. То есть здесь на самом деле постоянно есть чем заняться. Постоянно мне, как декоратору, как дизайнеру, у меня даже есть диплом дизайнера витрин. Сделано все. Допустим, бассейн тоже абсолютно полностью с нуля построен, собран братом и мужем моим. Ну да, я понимаю, твоя это основная работа, а муж тоже только здесь? Либо он еще где-то дополнительный? Нет, у мужа как раз есть основная работа и это наша подушка безопасности в такие кризисные моменты, когда нам необходимо оплачивать аренду, а здесь все простаивает, то есть это минус конкретный. И откуда все взять, здесь как раз таки вот основная работа у супруга есть, которая нас поддерживает в трудные моменты. Меня почему-то не покидает ощущение, что за этой синей шторкой находится много интересного сердца в студии. Здесь у нас муж. Это Игорь, мой супруг. Ну и совладелец, партнер, который непосредственно помогает тебе здесь. Всем помогает, он здесь очень много делает. Где мы находимся? Ну это наша подсобка, здесь аниматоры готовят краски, наполняют их в емкость. Также здесь есть реквизит аниматоров. Который ты сама шьешь, правильно? Да, эти вещи все сама я шью. Дети перебежат. Что, хочешь? Надеюсь, ну попробуй. Иди. Сюда иди к нам. Франкенштейн. Это программа «Монстры на каникулах». Да, у нас есть персонаж. Мне кажется, ты можешь еще дополнительный бизнес открывать и шить. Есть такое в планах. Это один узел. Именно, да. Мне просто нравится. Я именно... Я декоратор. Мне нравится создавать то, что я еще раньше не делала. И поэтому вот рождаются какие-то вещи. Какой самый сложный из всех этих костюмов, которые мы здесь видим? Сложный. Они все разные. Я бы не сказала, что что-то было очень сложно. Вот эта Китти была моей первой ростовой куклой. Вот. И из-за того, что она была первой, было много вопросов, конечно, с нуля это все делать. И вот, ну, наверное, тогда она. Игорь, разделяешь все увлечения жены, которые от одного бизнеса к другому. Ну, как бы мы уже привыкли так, наверное, что ли, работать. Она что-то придумывает, я делаю. А дальше туда выведет. Мне говорит Настя, что ты все здесь делаешь своими руками. То есть, это приходится этому учиться, либо ты просто таланту, как ты сам и целился. Ну, я в деревне потом было военное училище, и эти были подготовительные этапы к семейной жизни, которые мне нет, в которые приходится делать то, что нужно. Нет, на самом деле Игорь скромничает. Нет, интересно просто это делать. Он очень многое, очень многое тоже делает первый раз и с нуля. Очень много информации в интернете, перелапачивает, такую кучу информации, чтобы понять, как ту или иную вещь сделать. Это же тоже, как бы, мастерство. У нас разделение обязанностей, такое внегласное. То есть, то, что умею я, или то, что в моей компетенции делаю я, она придумывает, задает вектор, остальное как бы. Мамочка. Я воплощаю в жизнь, да? Да, можно так сказать. Ну, нам очень сильно, мы не раз говорили, Настя говорила, что брат Настин очень-очень много помогал. Спасибо огромное. Да, большое-большое сделал работу. Да, Илья, тебе привет. Работу очень. Илья, привет. Замечательно. Отдайте ребенку Китти. Пойдешь? Да, он большая. Так, третий вопрос. Ты в социальных сетях часто пишешь о своих страхах перед чем-то новым, просишь поддержки подписчиков. Чужое мнение может повлиять на твое решение. Здесь на самом деле и очень небольшую роль, наверное, сыграло обучение всяким новым методикам. Это и проработка личного бренда и так далее. То есть это же тоже как дополнительный, не дополнительный, а достаточно весомый такой источник привлечения клиентов в том числе. И вот это именно работа над личным брендом. Потом в какой-то момент мне просто стало, надоело это все и как-то захотелось закрыться, наверное, поэтому я сейчас вообще не публикую ничего. А насчет страхов перед новым, они, конечно, есть. И когда ты еще раз что-то начинаешь, а предыдущая идея у тебя, ну, скажем так, не выгорела, конечно, в следующий раз начинать посложнее. И больше страхов, и больше какой-то неопределенности. Ну, какие-то вот возникают такие моменты. Настя, здесь проходит очень много мастер-классов. Ты сама ищешь участников или это все старые знакомые? Участники на мастер-классах? Которые будут их вести или которые ведут? Вообще у нас здесь не так уж на самом деле много мастер-классов проходит, потому что в пользу дней рождения все-таки мы делаем выбор, потому что здесь прибыль побольше с празднованиями на мероприятии. Ну, если они проходят мастер-классы, то это либо мои знакомые, либо те люди, которые обращаются к нам. В период 8 марта было много здесь мастер-классов. Там было все, что хочешь. Мне кажется, для женщины пряники расписывали. Много было вариантов. Это фотозона. Правильно? Фотозона здесь, да, с неоновой вечеринки. То есть у нас разработано несколько вариантов под ключ вечеринок. Также можно их там составлять уже по желанию клиента. А за ней что? А за ней у нас бумага. А за ней туалетная бумага. Огромный гигантский рулон бумаги туалетной. Это что такое? Ну, это непосредственно бумага, на которой мы рисуем. Сейчас здесь, чтобы наклеить бумагу, чтобы размотать этот рулон, нужна такая мужская сила. Бумага пришла, ее выгрузили. Везти ее и поднимать на второй этаж просто нереально. Она очень тяжелая. И потом, когда мы ее все-таки привезли, мы сломали несколько ступенек, потому что ее закатывали сколько? 10 человек? 11 человек ее закатывали сюда. И пока она стояла там, мы ее накрывали от дождя, это было лето, и потихонечку, по чуть-чуть перематывали, понемножку хотя бы, чтобы ее как-то полегче она была. Еще на год вперед она у нас есть. Потом будем снова заказывать и снова... Наверное, там уже мы что-то новое придумаем. И снова тащить. Идея открыть студию отдыха и творчества такого формата принадлежит только тебе. Я всегда рисовала с детства и любила это дело. У меня вообще мама художник по образованию. У меня была идея снимать обучающие видео для детей в интернет, их выкладывать. И я ее тоже начинала, но потом что-то пошло не так, и я ее забросила, эту идею. Но идея рисовать с детьми она как бы осталась и переросла просто постепенно вот в такой формат. И мне даже хотелось какую-то сделать комнату, где можно будет вообще полностью рисовать друг на друге. Такая терапия даже с психологическим подтекстом немного. Ну и вылилось все вот в этот проект. Хотя изначально мы искали 50 квадратов, там маленькое помещение, где можно будет просто только порисовать, небольшой столик там, перекус для гостей на день рождения, например. И вот как-то нашли это помещение, и одно за одно закрутилось. Теперь у нас 330 квадратов в итоге. У вас, наверное, заключен договор с ближайшей химчисткой, нет, чтобы отстирывать одежду? Одежда, на самом деле, очень частый вопрос. Одежда отстирывается, но не всегда, и не со всех тканей. Поэтому всем нашим гостям мы, естественно, рекомендуем брать одежду, которую просто не жалко запачкать. Чтобы не было потом обидно просто за эти пятна. Потому что есть некоторые цвета, во-первых, это там фиолетовый, бирюзовый, ну, у нас в наших красках, который дает сильный пигмент, такой, который может остаться вот в виде оттеночка. То есть, ну, вообще, сейчас у нас, кстати, новые краски должны прийти совсем скоро. Мы будем их тоже тестировать. Короче, мы еще находимся в поиске идеальных красок, которые будут тестироваться, и рисовать ими было ярко, классно. У нас вообще рисование построено в три этапа. Первый этап это восковые мелки, второй этап это краски жидкие, третий этап это краски в фестивальной холле. Конечно, они ждут уже вот этого вот безумства, вакханалия, как говорит наш аниматор. Так как это называет ваша уборщица, которая за чистотой следит? Молча это называет, как-то про себя, видимо, но у суборщицы на самом деле есть такая проблема, конечно, что здесь текучка. Взрослые бывают и звонят у нас там корпоратив, либо тяжелый рабочий день прямо сюда вот с краской. Бывает такое, да. Здесь я вообще очень люблю таких гостей, которые взрослые, когда способны присоединиться, и это всегда для нас вдвойне праздник, потому что это круто, когда взрослые вместе с детьми здесь рисуют. Детям веселее гораздо, когда родители присоединяются, причем это же так интересно маму раскрасить красками. Где такое еще? Папа упала, валяется в краски, заместили. Мы специально затягиваем мам, пап сюда, чтобы начинаем восковыми мелками их обводить. Но не все родители решаются, к сожалению. Обводить мелками восками? подрусовывать там какие-то части тела. Я даже распредсказывала себе. Мы можем тебя обвести сейчас лучше. Ведущие здесь проводят программу, здесь они обводят части рук, например, обводят ногу, потом из этой ноги придумывают каких-то там персонажей, придумывают там планеты рисуют. Здесь такая полноценная игровая программа происходит. Детям, конечно, это нравится. Но что это дает? Помимо положительных эмоций, творчество, в чем плюс вот в таких играх? Во-первых, это расширение границ, если с психологической точки зрения смотреть, потому что очень много запретов у детей, очень много запретов родители накладывают. Иди руку мне обведи. Это не делай, это не делай, здесь не рисуй, не балуйся, не пачкайся. Мы очень часто сталкиваемся с такими детьми, которые боятся просто вот даже вот так палец засунуть в краску. И это грустно на самом деле, но это так. И мы стараемся детей раскрепостить, чтобы они пачкались, чтобы они рисовали там у себя на щеках краской. А второе? Потому что хочется их раскрепостить, хочется, чтобы они почувствовали какую-то свободу, это же свободное рисование, да, чтобы можно было, чтобы не было запретов и ограничений, чтобы они прямо... Ну, дома такого нельзя, а здесь можно, да, здесь можно все. Субтитры сделал DimaTorzok у нас здесь сейчас происходило, как ты называла, волхональня. Сейчас ты сейчас вылешься в краске. нельзя нельзя, мама. Вот. И что делать, домой ехать вот в таком виде? Ну, вот что делать, что делать? Давать детям свободу. У нас есть душевая, где их можно переодеть, помыть, почистить. И, как я уже говорила, мы всегда предупреждаем гостей, чтобы они взяли сменную одежду с собой. То есть они приходят в обычной одежде, мы переодеваемся на период рисования в сменочку, потом чистим, моем и обратно в чистую одежду и домой. Ну, тебе, видимо, нравится в пятнах, в прямом и перемостном смысле, да? Ну, красиво, посмотрите, как ярко. Какая-то теперь яркая. Да. На самом деле, вот эта краска, Холя, она очень легко смывается, чистится без проблем. Ну, все, пошли к следующему вопросу. Сейчас вы у меня получите. Минимальная сумма аренды студии «Пятна» достаточно приличная, 8 тысяч. Сколько ежемесячно этот бизнес приносит тебе денег? Я ждала этого вопроса, напоследок остался. Ну, на самом деле, сейчас тут о прибыли какой-то бешеной нет вообще речи. Здесь были большие вложения, полноценно мы поработали три месяца, можно сказать, то есть из годовой аренды, поэтому мы сейчас, конечно, отбиваем, если так можно выразиться, затраты, расходы. Но 8 тысяч, по-твоему, это нормальная сумма или нет? Потому что, ну, у нас даже средняя зарплата, то есть, по сути, это примерно половина... Ползарплата. Да, ползарплата человека. Ну, да, я согласна с этим, конечно. Здесь, наверное, играет большую роль, что родители всегда хотят, ну, детям-то они все равно хотят, да, что-то устроить праздник. Здесь, конечно, здесь, штат сотрудников, которые здесь находятся, все получают зарплату. Зарплата у нас сдельная, то есть, вышел, заработал деньги. Здесь большие затраты на краску, на та же самая бумага, сюда включена, и жидкие, и сухие краски, то есть, это просто, здесь включена стоимость именно расходников. Но, честно сказать, выше у меня, еще выше поставить стоимость, пока не поднимается рука, но есть наши, ну, коллеги-конкуренты в других городах, подобная студия есть одна, у них от 15 начинаются ценники, то есть, минимальные, то есть, ну, пока, мне кажется, для Читы это прям очень дорого, все-таки. В итоге, сколько примерно в месяц, сможешь назвать сумму? Ну, пока, слава богу, мы отбиваем аренду, оплачиваем сотрудникам зарплату, и закупаем материалы, и выходим там в небольшой плюс, честно говоря, пока мы еще не начали с этого зарабатывать, что-то, что-то такое, прям, как хотелось бы. Не знаю, мне просто сейчас спонтанный вопрос пришел, вот, расскажи о своем деле, как будто ты рассказываешь просто маленькому ребенку, что это за бизнес? Ну, здесь маленькому ребенку проще объяснить, конечно, как другой бизнес. Это бизнес, давай ты будешь маленьким ребенком, давай. Привет, у меня есть бизнес, это бизнес очень веселый, уютный, и творческий. Сюда можно прийти, позаниматься творчеством, повеселиться, ставить здесь весь негатив, выплеснуть все на бумаге, и при этом здесь очень уютно. Все наши клиенты, кстати, отмечают, что у нас уютно, хорошо, мы стараемся эту атмосферу здесь поддерживать. Даже я когда разговариваю с клиентами, такая фраза, что у нас как дома, посуда это не пластик, это как дома, чтобы было уютно, мне важно, чтобы здесь было людям комфортно и уютно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова